Христос посреди нас, мои родные и любимые, христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем желаю радости, веселья, счастья и добра в Господе нашем Иисусе Христе. Записываю очередной ролик. У нас наступающий Новый год, сегодня 30 декабря. С Новым годом, с новым счастьем. У всех дома тепло, у всех дома вода, у всех дома радость. И вот не у всех у нас дома тепло, вода и радость. Я хочу записать очередной ролик. Вы знаете, уже не первый раз я записываю. И у нас есть сестра, которая мама шести детей, она одна живет. Живет она, ну, как сказать, мягко или жестко. Живет она в халупе. Вот, уже несколько лет мы ей пытаемся помочь и помогаем. Все, что можем, делаем. Я хочу очередной ролик записать, объявить очередной сбор. Хотя реакция практически нулевая, но я не отчаиваюсь. И все равно это буду делать непрестанно. Такой вот домушок. И мы из него пытаемся что-то слепить. Лена два года. Они там замерзали вообще. Беда, в общем. Вот, мы потихонечку что-то делаем. Еще летом мы уже собирали тогда на воду. Собирали на утепление дома. Ну, реакции почти нулевая. Да, человек, я маленький. Канал у меня маленький. Христова семья у нас небольшая. Мы сколько можем, помогаем. Я хотел бы, во-первых... Лена там небольшой ролик записала. Что сделали. Я хотел показать это. И новый, так скажем, сбор объявить. У кого есть желание творить добрые дела. Этот ролик ко всем вам обращен. Ну, давайте посмотрим, что там. Вот так у нас дым идет. Это все поднимается наверх. Что мы сделали? Мы деньги, которые были все израсходованы. Вот радиаторы довешали. Добавили объем. Вот эта печка. Была маленькая печка. Там все замерзало. Ну, вот так все она в дыму дымит. И, в общем, эта печка, да... Я надеюсь, Дима сделает вот ролик. А у нее... В этой печке... Объем больше. Это вот мы так топим печку. А вот этот диаметр трубы... Ой, вот это все валит. Надо все замазывать. В общем, ты каждый раз все замазываешь. Вот так вот так. Ай, я не могу дышать уже. Так, Дима просил, чтобы мы показали дом. Вот, мы навешали батарею везде. Радиаторы навешали. Здесь нету лампочки, к сожалению. Надеюсь, здесь будет видно. Провели воду. Воду мы провели очень... Я не помню, сколько денег ушло. Ну, что отопление? Что мы сделали? Собрали мы совсем немного. Тогда еле-еле наскребли. Там 50 тысяч тоже. У Лены в доме было всего лишь два радиатора. Вы знаете, вот эти секционные, да? Ну, вот она их сейчас показывала. Там всего по несколько секций висело. Что в доме, что в подвале. Там, получается, полуподвальный этаж такой. И там котел стоит, вы видели. И дом, несколько вот комнат. Сколько там сделали. Мы, ну, почти, ну, много денег ушло. То есть, все радиаторы эти повесили. Все развели. Все обводку. Стал, наконец-то, достаточный объем всего этой воды. Это мы все сделали. Была печка, вообще, знаете, буржуйка. Я вот строитель, я знаю, что это такое. Такие печки ставили в будки, чтобы щепками топиться. У нее была такая печь. Конечно, ничего не топило. У них дом был все время 12-13 градусов. Вот. Конечно, само отопление развели. Лена как-то там удачно нашла печку. Вот такую тоже дровяную. Но побольше. Видели? Вот она ее показывала тут. Тут просто плохое, конечно, качество у нее там на телефон. Ну, вот она, да. Тут ей трубу сложили уже заново. Но проблема в том, что ее хоть и купили. И она так удачно. А у нее забрали ту старую тоже по объявлению. Господь ангела послал. Она сама удивлялась, как человек. По сути, мы ничего не потратили. Она купила эту за 9 тысяч, а ту продали за 6. Вот. Она уже с рубашкой. Ну, рубашка – это такая водяной объем у котла, где вода. Пространство, где вода. Да, то есть она греется, и все это в трубы уходит. Ей сложили, конечно, вот этот дымоход такой небольшой из кирпичей. Но этого все равно недостаточно, потому что сейчас она будет показывать. На улице тоже внешняя труба, она никудышная. Эта труба подходит только для газа. Там соточная труба, небольшая. Туда надо тоже хорошую теплоизолированную. Кто знает, из жестянки такая, из теплоизоляции. Она тоже очень дорогая. Либо кирпичную надо опять проламывать два потолка. То есть потолок этого, крышу там, все это делать. Это опять деньги серьезные. Мы, конечно, хотели газ сам. Ну, как хотели. Хотеть-то можно, а по факту откуда деньги-то? Вот сейчас я и буду объявлять сбор, потому что сумма нужна-то приличная. Сами знаете, сколько надо на газ. Вот. И видите, она забивается, соответственно, каждый... Хоть мы и сделали. Отопление сделали тоже хорошо. Это деньги вложены рационально. Все там. Нашли недорогих рабочих. Сделали все хорошо, качественно. Ничего нигде не текет. Печку даже, в принципе, это сделали нормально. Но надо и продолжать делать. А на это у нас уже тогда не хватило. Но благо, они хоть сейчас не замерзают. Но и Господь послал даже на севере. Хоть у них там живет Лена в Алтае. Вот. Хоть и на севере. Ну, не на севере, а на Урале. Вот. Но все равно еще зима-то не наступила как таковая. Даже у них там сиротские. Я вот живу в Центральной России. Вот. Вон, она через три дня забивается. Начинается все кочегарить. Все в помещении. Они там угорают, бедные. Все это в дом идет. Хорошо еще печка в полуподвальном состоянии. Ну, и что касается отопления. То есть, мы сейчас хотим все-таки, и так ей придется мучиться, но уже начать сборы на газ, чтобы подключить газ. То есть, это отопление. Это деньги на разрешение, на котел, естественно. Ну, и на всю обвязку вот эту, сами знаете. Да, там трубы все это подводить. Варят. Все это делается, естественно, фирма. Только там нельзя уже не частников приглашать. Вы все прекрасно знаете. Там все должно быть с разрешениями. Вот. Плюс мы собирали на воду еще в июне. У них не было воды. Лена два года собирала все водой. Воду носила из скважины домой, чтобы шестерых детей помыть. Есть, приготовить. И мы еще в июне собирали. Лена все откладывала. И долго не могли сделать, потому что они собирались с улицы несколько домов и бурили глубокую хорошую скважину и в каждый дом подключали. И вот только в октябре это все сделали. Они уже у сугробы лежали. Они только приехали бурить. Ну, естественно, мы собрали тогда тоже около 30-40 тысяч. Как раз ровно хватило, потому что там где-то 5 домов. Общая сумма была где-то 150, что ли. То есть, все уложились. Но потом мы еще своими силами скидывались. Естественно, все это по дому развести. Все это в дом завести. То есть, еще там тысяч 20. Но мы быстро собрали. Сами там своей семейкой скинулись. Вот. Все там удачно получилось. Вот она сейчас. Да. Алина подшит. Показывала там. У них теперь вода в доме, да? Вот. Мы нарешили батарею везде. Батареи вот где-то маленькие, конечно. Здесь нету вампышки, к сожалению. Пожалуйста, вообще не было. Надеюсь, здесь будет видно. Очень много. Провели воду. Воду мы провели. Очень много. Я не помню, сколько денег ушло. Больше 30 тысяч. Вот у нас вода есть. Они теперь греются до кипятка. Все хорошо. Здесь плохо видно. Свет плохой. Я буду снимать. Так. Вот вода. 32-я труба. Сделали разводку наверх. Там у нас... Так, сейчас. Вот мы завели воду в дом. У нас есть вода теперь, а она не перемерзает. Вода уйдет. В прошлый год мы... Потому что печка через 3-4 дня труба запимается. Но Елене уже жалко эти деньги. Все. Идет вода. В прошлый год мы были без воды. Нам нужно поменять вот эту печку. В общем, ну не знаю, дым валит. Здесь тоже объем увеличили. Довешили радиаторы. Вот. Намного теплей, конечно. Но дымится. Вот наша Викуля тут. Дочка у нас тут. Там марафетит этот подвал потихонечку. Ну и девчата там. Детишки веселятся, рисуют ангелочков. Господа нарисовали. Творчеством занималась. Вот радиаторы. 12-секционные, да, купили. А, это 10 раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, наверх еще тоже два радиатора. Там тоже установили все это. Вот. Вода, радиаторы сделали. В общем, поменяли вот эту печь. Которая печи не подходит у нас. Не подходит у нас. Труба. Маленький диаметр 110 труба. Здесь осталось дошить. Нет возможности. Надо тоже деньги платить. Брат фричал. Помаленьку зашивал. Ну, вот тут вот тоже все открыто. Вот такая труба. Не подходит диаметр. Здесь тоже надо дошить. Вот. Откосы дошить надо. Задувает. Здесь вот немножко отшить. Осталось-то немножко. Ну, вот что по обшивке тоже. Тогда сколько мы собрали? 45 тысяч почти. Естественно, все ушло вот на материалы. Вот. Тогда в таком было все состояние. Как видите, тут начали тогда этим... Этим, так скажем, роголитом там. Как его называют? Сейчас правильно не помнишь. То есть начали что-то зашивать. Потом то, что мы собрали. Лена купила вот эти вот, ну, знаете, такой серый. Во-первых, там они, видите, все утеплили. Естественно, с утеплителем. Но денег нет. То есть мы собрали только на материалы. Все ушло. Оплатить рабочим, сами понимаете, работа стоит столько же. Все это надо делать с лесами. Это нужны нормальные рабочие. Чтобы такой дом обшить тоже. Ну, работа как минимум стоит столько же, сколько материал. Кто строитель, это знает. Я уж не говорю, что если все по квадратам тут подсчитают со всеми подшивками. Вот. Но Лена там кого-то находила за копейки. Там даст тысячу. Ей вот что-то делали. Вот это и понастряпали там. Хотя по-хорошему надо нанять мастеров. Ну, в общем, лепим. Там же все в дыры, все продувало. Что толку топить-то дырку? То есть лепим, как можем. Тут вариант просто, да. Кто-то сейчас, может, осудит. Но легко на словах говорить, ничего не делая. И с этим я уж тоже столкнулся. Тем более все мы на расстоянии. Я говорю, Лена живет, кто не знает, в Барнауле. Вот. На Урале все мы живем в разных концах. Я живу от нее очень далеко. За четыре тысячи, наверное, километра. Так что делаем, как можем, что можем. Это лучше, чем сидеть на диване и ничего не говорить, никому не делать. Там вот бок все мы обшили. То есть по-хорошему надо бы еще собрать, вот нормально, чтобы рабочих нанять, чтобы дом обшили. Материалы лежат, мы закупили. Мы сделали крышу, там Лена сама делала. Купили тоже теплоизоляцию 10-сантиметровую. Все там, гидроизоляцию. Все целлофанчиком. Все закрыли, потому что там же еще крыша, все продувало тоже. Вот маленько осталось. Вот здесь клочок. Откосы. Здесь вот эти закрепить. Вот здесь откосы, соединения. Вот здесь зашить. Карниз так забили, как смогли. В общем, ну сколько денег было всегда мало. Поэтому, насколько нам хватало, осталось, а вот здесь тоже продувают комнату. Там потолок. Утеплитель положили сюда сверху. С аллофаном заделали. И я сейчас покажу. Я сейчас покажу. Кабину душевую еще. Которую братья и сестры собрали нам денег. Помогли. Потому что вот там баня. Она продувает. Она очень холодная. Вот. Там есть как бы летнюю баньку. Они тогда тоже слепили. Но это летом. А зимой туда зайти невозможно. У них туалет, кстати, на улице. Кто не в курсе. Вот мы, наверное, на Новый год будем в хороший туалет дома ходить. А люди ходят на улицу до сих пор. Девочки маленькие. Ребята. Оттуда всей болячки. Сейчас хоть вода будет в доме. Теперь хоть помыться. Они хоть мыться начали. Сейчас я вам в конце ролик тоже поставлю. Душевую кабину. Вот еще. Спит Настя. Видит, как вода в доме вообще. В общем, вот душевая кабина. Водонагреватель. 50 литров. Установили. Ну, идет дым в дом. Ужасно. Подключили машинку стиральную. Вот сейчас. Здесь вот надо еще. Вот все вот здесь. Нашить надо. В доме вон недоделок. Видите, полно. Там лепили, лепили. И все вот так. Ну, как всегда, делай, знаете, основное. Ну, мы сами в жизни так часто. А все мелочь оставляем. Какие-нибудь плентуса там. Так и там. Все с дырами оставили. Где-то что-то сделали потолок. Не дошили до конца. Все побросали. Все это надо нанять людей, чтобы доделать. Во-первых, туда уходит тепло. Отсюда холод проникает. Там им какую-то печку в доме сделали. Думали дополнительно. Хотя она... И до сих пор никто заделать некого. Ну, вот пока. Ну, там сверху-то мы заделали тогда вот. Ну, в общем, вот такая вот беда. То есть сбор будет еще, конечно, на отопление. Ой, на утепление фасада тоже. На работу. На материале мы тогда вроде бы все там Лена закупила тогда. Вот. Что хочу сказать-то. Страничка Лены на сайте Христолюб у меня есть. Вот адрес у вас. Вот тут вот внизу, да? Где? Это вот. Христолюб Донейт Елена Штемы. Тут все ролики можно посмотреть еще давно. Ей там помогали тоже снимали. Можно перейти на плейлист посмотреть. Лена живет в Барнауле, Алтайский край. Есть адрес. Вот прям на... Ну, кто хочет из экрана, может посмотреть. Ну, или я говорю, переходите по ссылке. Ссылку я добавлю в описании. Есть Ленин скайп. Если что-то нужно узнать, хотите, позвоните. И есть телефон. Ну, соответственно, в WhatsApp можно тоже постучаться, добавиться, посмотреть. Здесь все детишкины данные, ну, необходимые. Кирилл, Андрей, два сына. Виктория, Кирилл, 14, Андрей, 11, Виктория, 10. Маше, Софе, 6 лет, близняшки. И Насте, 2 года, самой маленькой. Здесь рост и размер обуви. Ну, Виктория и Мария я еще не спросил сегодня. Хотели точно померить, чтобы сейчас... Как говорится, на сегодняшний день точный рост был. Вот, то есть адрес есть, у кого желание тоже помочь. Может быть, одежда чем-то там, да. Вот, может, не обязательно, я не знаю, новые. Кто хочет новое, кто хочет. Может быть, какие-то хорошие вещи просто есть, да. Конечно же, не дырявые носки слать. Вот, то есть, пожалуйста, все есть. Можете помочь, если у кого есть чем желание. Вот. Ну, и вот я тут пометил, то есть газификация дома. Ну, я обозначил 100 тысяч приблизительно, да. То есть, там документы около 50 тысяч сейчас. Ну, котел, ну, какой там рассчитают. Ну, котел тоже около 30-40 тысяч. В любом случае обойдется. И вся арматура, вся эта разводка, и, сами знаете, работа, оплата вот этой компании. Там тоже около 40 тысяч. Мы уже 40 сами собрали, без всяких объявлений. Вот, Лена там копит. И то, точнее, мы ей помогаем просто там ежемесячно стараемся. То есть, она все эти деньги еще умудряется как-то собирать, копить. Сказала, что 40 тысяч набрала там вот за эти 3 месяца, что с сентября. Вот. Ну, то есть, получается, на документы даже почти собрали. Но все равно, то есть, котел и вся эта работа, это еще, пусть даже 40 и 40, это 1080. Ну, я так 100 обозвал, это, в принципе, не суть. Я, в общем-то, и не особо рассчитываю, что кто-то там отреагирует на этот ролик. Уж не первый раз я там делал. Вот. Ну, и вот на утепление, опять же, любая сумма. Какие-то там 40, 50, хоть 10 тысяч соберем. Хоть кому-то можно будет каким-то там работяги дворовым платить. Там можно найти, но все надо платить. День работы любой, тысяча рублей, чтобы хоть все это потихонечку зашивать. Сейчас вообще скоро там под минус 30, под минус 40 на Урале будет. У них там сугробы. Я вот живу, у меня вон Новый год на дворе, а у меня весна плюс 10 и зеленая трава вон лежит. Ни одного снежка нет. А у них там сугробы вон лежат. А еще и январь с февралем впереди. Надо дом зашивать, надо внутри все эти дырки залатать. Вот. Все реквизиты здесь Ленина есть. Банковский счет, банковские, ну, банковские данные. Ну, и счет есть банковский. Есть карточка Сбербанка, на нее, естественно, Елена Скрынник. Есть Яндекс кошелек, Кирилл ездил, сынок. Тут мои веб-мани и PayPal, потому что у них нету. Может быть, кому-то нужно. То есть, кто из-за границы, может быть, будет слать не из-за России. Вот. Есть все. Это мои. Там не пугайтесь, если увидите не ее данные, а мою фамилию. Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. И мой PayPal, естественно, кто из Европы. Если в Western Union кто-то будет переводить, а то иногда на меня переводит. На меня переводить не надо. Переводить сразу Лени. Я сам живу в деревне, мне все это неудобно получать. Потом переводить. Вот. Делайте напрямую Лени. Вот. Ну, а PayPal мой и веб-мани мои. Просто делайте тоже с пометкой, что для Елены. Вот. Потому что мне бывают разные. Там на разные нужды присылают, чтобы я не путался тоже. Ну, и тут есть у меня ручная лента. Я ее сам добиваю. Когда что-то приходит, я вбиваю. Вот. Если сразу не появляется или еще что-то, не пугайтесь, не смущайтесь. Я все это вручную добиваюсь. Как мне Лена там что-то сообщает или через меня приходит. Я просто вручную вбиваю. Вот. Но если вдруг что-то забыл, и знаете, все это на доброе дело. И может Лена забыть, могу я забыть. Там, мало ли, я где-то не за компьютером. Она прислала смс-ку. Я забыл добить. Ну, я надеюсь, все понимаете. Вот. Хочу всем объявить благодарность, кто помогал раньше. Даже вот есть такие суммы. И 300 рублей, и 500 рублей. Это очень отрадно. Вы знаете, как Господь похвалил и две лепты вдовица. Потому что дело не в том, сколько человек в процентном соотношении от себя оторвал. Господь похвалил ту вдову, потому что она все пропитание свое отдала. А те остальные ложили от избытка. А ложили много. Но от избытка. Вот. Всем-всем Христово спасибо за все. Страничка, то есть Елены, я говорю, на экране. Ссылка будет, кто хочет. Здесь все данные, ее все есть. Ну, и все, так скажем, о ее семье. Ну, в принципе, все, наверное. Ну, и уже кто хочет, помогайте ежемесячно, да. Лена живет с шестью детьми. Она не работает, естественно. Шесть детей, сами понимаете. У Насти, у двухлетней, вот это, у нее порог сердца. И второй год уже продлевают инвалидность. Вот. Они, по сути, на этой инвалидности живут. То есть, Господь так, видите, через детей даже, через государство так устраивает все. Вот. Ну, опять же, вроде как у нее улучшение. И второй раз даже не хотели продлевать, но продлили. Вот сейчас они еще будут, по-моему, до лета. Или сколько-то там, до осени, по-моему, до следующей. Но, опять же, это там копейки, сами понимаете. Вот. Поэтому, у кого есть желание, ежемесячно тоже помогайте. Вот. Не забывайте, потому что... Потому что мы семья Христова. Вот. Когда воду подключили, там все это завели. Мы тут тоже своей маленькой семьей скинулись, там. И купили удачно тоже, Господь послал. И так, бэушную, вроде бы, с рук кабину эту душевую. Ну, хорошую. За 20 тысяч мы купили. По-моему, она 1040, естественно, новая стоила. Их не такой большой выбор, там, на Авито. Но купили. Вот. Я хочу вам напоследок показать ролик счастья. Что дети за несколько лет, наконец-то, помылись, покупались. Настя моется, да? Да. Настя? Настя моется, да? Да. Уже нормально, да, Вик моется? А поначалу не хотела, да? Ага. Настя, помаши ручкой, привет. Настя. А, Настюш. Ага. Помаши ручкой. Вика. 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 Настюш. Настюш. Как водичка. Хорошая? Маленькая. Настя, счастливая какая, смотри. Маленькая набирается, но еще можно. Мам. Настя. Какая она, стабилочка. Сразу танцы. Выходить будешь? Нет. Еще будешь купаться? Вика. Все, сама двери закрывает уже, да, Настечка? Да. Вика там где-то у нас, где Вика? Вот она. Вот она. Вика. Все, закрываем, все, ага. Вас не беспокоит, да? Она там танцует, как бы это, но не проломила. И когда включили это радио, она такая счастливая. Вот такое вот, простое оно, счастье человеческое, бытовое. Так что, кто хочет, помогайте. Если нечем помочь финансово, ну, помогите, распространите этот ролик у себя на социальных сетях. Поделитесь с друзьями, родными, близкими. Вот, кто чем сможет, поможет. Вот так вот. Ну, все, я с вами прощаюсь. Пока-пока. Храни всех Христос. Счастья и радости в Новом году со Христом. Пока-пока.